Привет! Добро пожаловать на курс похудения. Как похудеть в домашних условиях за один месяц. В курсе собрана самая полезная и проверенная информация о том, как похудеть в домашних условиях. А если вы при этом еще будете заниматься и спортом, то эффект будет достигнут быстрее. Уроки, которые рассмотрим в этом курсе. Ведение. Программа похудения. Питание для похудения. Самые эффективные диеты для похудения. Как похудеть быстро. Эффективная диета. 7 советов для быстрой потери веса. Меню для похудения. Советы для похудения. Рекомендации для эффективного похудения. Диеты для быстрого похудения. Диеты для похудения в домашних условиях Как похудеть в домашних условиях Выводы Начинаем наш курс Ведение Все мы хотим выглядеть хорошо и быть здоровыми, но реальность такова, что многим трудно поддерживать встроенную фигуру. Работа над собой – нелегкий труд. Многие не хотят правильно питаться и следить за своим здоровьем, а ведь это чревато избыточным лишним весом. Поэтому в этом курсе собраны самые эффективные способы и самые известные диеты, благодаря которым возможно не только избавиться от лишних килограммов, но и обрести здоровую жизнь. Способы похудения есть разные – эффективные, неэффективные, безопасные и наоборот. Причем последние можно отнести как к результативным методикам, так и не очень. Если вы спешите узнать, как избавиться от лишнего веса, но у вас нет мотивации к изменению образа жизни, тогда этот курс именно для вас. Программа похудения Хорошая программа потери веса – это не только снижение калорий и нежелательных жиров, но и удержание их от возвращения. Эффективная программа похудения способствует контролю тела и мыслей. Первое – планирование. Планирование является наиболее важной частью вашего желания потери веса. Принимая во внимание ваши нынешние килограммы, решите, сколько вы хотите потерять килограммов и за какое количество дней. Важно, чтобы ваши цели были реалистичными, чтобы их можно было достичь в установленной для себя сроке. Не забывайте, что сбросить лишний вес можно только с помощью ваших личных усилий. Никаких других чудес не произойдет. Второе – правильные инструменты. Следующим этапом является оснащение правильными инструментами, необходимыми для потери веса. Это научно доказанный факт, что когда мы покупаем вещи, чтобы достичь наших целей, наш энтузиазм к их достижению обостряется. Так что потратьте немного денег на покупку абонементов в спортзал и продуктов здорового питания. Когда вы сделаете это, вы почувствуете, как начинаете двигаться к достижению вашей цели. Третье – считайте свои калории. Для эффективной программы потери веса тщательно следите за своим питанием. Проанализируйте, насколько сейчас вы питаетесь качественно и правильно. Если вы любите нездоровую пищу и сладкое, то старайтесь избегать этого. Считайте калории каждого блюда. Эффективная программа потери веса должна быть комбинацией хорошего плана по диете и физических упражнений. Только тогда вы сможете сжечь накопленный лишний вес своего тела. Правильная тренировка. После подсчета калорий важно не только правильно потреблять пищу, но и подкреплять это физическими упражнениями. Тренировка сжигает все лишние жиры, от которых вы не можете избавиться, всего лишь изменив свои привычки в еде. Запланируйте тренировку, которая будет менее утомительной и более освежающей. Не переусердствуйте с физическими упражнениями, так как физический перегруз может испортить вашу программу. Вы просто не в состоянии будете что-то делать, если слишком перегрузите свое тело. Пятое. Сделайте программу похудения вашей ежедневной привычкой. Ваша программа потери веса будет наиболее эффективной, когда вы начнете жить и наслаждаться ею ежедневно. Будьте всегда открытыми для любых физических нагрузок, которые вы можете выполнить. Например, вы можете подняться по лестнице вместо лифта и ходить пешком на короткие расстояния, когда это возможно. Когда вы настраиваете свой разум на такую полезную привычку, то ежедневно вы найдете возможность для таких упражнений. Питание для похудения. Все мы знаем, что при похудении вы не только теряете вес, но и становитесь более здоровыми. Есть много методов, которые позволяют похудеть быстро, но они не так эффективны, как применение в пищу натуральных продуктов. Далее представлены основные продукты питания, которые помогут вам в избавлении от лишнего веса. Зеленые листовые овощи. Они очень полезны и имеют меньше калорий по сравнению с другими овощами. Одна полная чашка шпината имеет только 15 калорий, поэтому если вы включите шпинат в свой рацион, вы определенно потеряете много веса. Фруктовый салат. Второй шаг, который вы должны сделать, чтобы похудеть, это добавить в свой рацион много фруктов. Возьмите апельсины, виноград, клубнику, банан, ананас и нарежьте их. Добавьте перец по вкусу и перемешайте. Это поможет перцу распространиться и сделать ваш салат съедобным и прекрасным блюдом в качестве вечерней закуски. Супы. Третьим лучшим средством для похудения являются супы. Начните трапезу с полной миски куриного супа. Вы также можете заменить свой ужин на миску супа. Супы на ужин весьма полезны для здоровья. Зелёный чай. Зелёный чай это отличный способ повысить метаболизм, ведь в нём содержится 0 калорий. Этот напиток поможет вам вывести все токсины из организма, а значит поможет вам получить чистую и здоровую кожу. Зерновые. Бобы полны белка, они очень медленно усваиваются. Бобы отличаются очень низким содержанием калорий. Они безусловно должны быть частью вашего рациона. Орехи. Отличный способ сбросить вес это добавить орехи в свой рацион питания. Горсть миндаля, арахиса или грецких орехов это всё что вам необходимо, чтобы плодотворно работать в течение дня. Белок. Богатый белком завтрак позволит вам держаться подальше от нежелательных пристрастий в течение дня. Добавьте яйца в свой рацион. Они очень полезны и завтрак из яиц отличный способ начать день. Овёс. Отличный способ съесть здоровый завтрак, чтобы похудеть, это овёс. Добавьте черные ягоды и нарезанные яблоки в овёс, и вы получите вкусное и полезное блюдо. Тёмный шоколад. Хорошая новость для всех любителей сладкого. Тёмный шоколад тоже способствует похудению, но в разумных порциях. Его можно употреблять в пищу максимум 3 раза в неделю. Яблоки. Яблоки – лучшая пища для похудения. Съедая одно яблоко каждый день, вы будете способствовать похудению. Однако, оно должно быть съедено между приемами пищи. Зелень. Чтобы эффективно похудеть, вы можете включить в свой рацион капусту, репу, пенат и другие. Зелень содержит калории, углеводы и очень полезно. Листовые овощи очень питательны для похудения, а также содержат много витаминов, антиоксидантов и минералов. У них также есть кальций, который помогает сжигать жиры. Лосось. Это нежирная рыба, очень хороший вариант, чтобы снизить свой вес. Лосось включает в себя протеин, а также много необходимых питательных веществ. Он обладает достаточным количеством йода, чтобы поддерживать уровень щитовидной железы, необходимый для правильного метаболизма. Вы можете также включить в свой рацион другую полезную рыбу, такую как скумбрия, сардина и сель. Капуста. Брокколи, капуста, цветная капуста и брюссельская капуста относятся к этой категории продуктов для похудения. Они имеют высокое содержание волокна и протеина, которые полезны организму. Постная говяжья и куриная грудка. Многие думают, что мясо связано с проблемами со здоровьем, но это явный миф. Мясо на самом деле является другом людей, стремящихся хорошо похудеть, поскольку именно мясо имеет высокое содержание белка. Мясо позволит вам сжигать на 100 калорий больше каждый день. Вы также можете употреблять жирное мясо, если вы находитесь на низкоуглеводной диете. Отварной картофель. Картофель имеет много полезных свойств, что делает его хорошей пищей для людей, которые хотят сбросить лишний вес и сохранить хорошее здоровье. Картофель богат калием, который является очень полезным и питательным веществом для регулирования кровеносного давления. Вареный картофель очень сытный для организма. Вы также можете включить в свой рацион сладкий картофель, репу и другие корнеплоды. Тунец. Тунец очень низкокалорийный продукт и содержит много белка. Это постная рыба, содержит мало жира и поэтому очень известна среди фитнес моделей. Если вы планируете снизить вес, вы можете выбрать красный тунец, консервированный в воде, но ни в коем случае не в масле. Бобовые. Бобовые и фасоль – лучшие друзья людей, пытающихся похудеть. Вы можете включить чечевицу и фасоль в свой рацион, потому как они содержат протеин и волокна, которые вас насытят. Творог. Творог содержит много белка. Он имеет очень низкое содержание углеводов и жиров, что насыщает вас и позволяет чувствовать себя сытым, при этом потребив малое количество калорий. Творог также богат кальцием, который полезен для процессов сжигания жира. Авокадо. Авокадо не богато углеводами, но содержит много полезных жиров. Оно включает в себя кислоту, которая содержится в оливковом масле. Авокадо можно добавлять в салат. Этот плод также содержит волокно и калий, которые помогают в потере веса. Яблочный уксус. Как правило, яблочный уксус используется в качестве приправы или заправки для салатов. Вы также можете разбавить его водой и выпить. Уксус позволит понизить высокий уровень сахара в крови после еды и способствовать потере веса. Цельные зерна. Вы можете включить в свой рацион семейство зерновых, чтобы увеличить вашу сытость и значительно улучшить метаболизм. Коричневый и белый рис содержат пакмал, который также полезен. Перец чили. Перец чили полезен для похудения. Он содержит капсаацин, который снижает аппетит и увеличивает процессы сжигания жира. Фрукты. Фрукты – полезная и здоровая пища для похудения. Они содержат сахар и требуют мало энергии на переработку. Грейпфрут. Это особый плод для тех, кто хочет похудеть. Он поможет вам контролировать свой вес, употребляя его в своем рационе. При этом уменьшается риск заболеть сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Семена чиа. Семена чиа считаются питательной пищей для похудения, которые наполнены углеводами и клетчаткой. Как только семена попадают в ваш организм, они превращаются в гель и расширяются в желудке. Семена чиа способствуют уменьшению вашего аппетита и помогают в потере веса. Кокосовое масло. Кокосовое масло содержит жирные кислоты, которые повышают вашу сытость, в отличие от других жиров. Это отличное средство для уменьшения живота с его излишними жирами. Йогурт. Йогурт отлично балансирует весь ваш организм. Потребление жирных молочных продуктов также снижает риск ожирения и диабета. Нежирный йогурт имеет малое содержание сахара. Самые эффективные диеты для похудения. Диета Аткинса. Диета Аткинса, созданная в 2002 году, это упрощенная версия оригинальной диеты, которая уравновешивает постный белок с контролируемыми порциями жира и здоровых углеводов. Считается одной из самых популярных диет. Основная идея заключается в том, чтобы прекратить есть продукты, приготовленные из рафинированной муки и сахара, и даже питательные цельнозерновые продукты, запрещенные до тех пор, пока вы не достигнете хотя бы минимального результата. Палеотическая диета. Палеотическая диета, более известная как палеодиета или диета пещерного человека, допускает только те продукты, которые люди ели, когда впервые бродили по планете полмиллиона лет назад. Рыба, постное мясо, фрукты, овощи и орехи. Крахмальные овощи, молочные продукты, зерно и обработанные продукты. Эта диета хорошо тем, что помогает не только потерять вес, но и стать здоровее. Пятифакторная диета. Довольно много знаменитостей, которые являются поклонниками пятифакторной диеты. И это потому, что она намного менее ограниченная, чем другие диеты. Суть проста. Каждый прием пищи должен содержать всего 5 компонентов. Белок, углеводы, клетчатку, жир и жидкости. Каждый следующий раз допускает себе 5 приемов пищи в день, только с 5 ингредиентами каждый, но позволяет есть все, что вы хотите. Диета Дукана. Она состоит из пищи с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов. Есть также 4 фазы диеты. Первые две, когда вы потеряете больше всего веса. И последние две предназначены для долгосрочного поддержания вашего целевого веса. Дозорные веса. Это устойчивые результаты, а не просто быстрая потеря жира, которые приводят к еще большему увеличению веса. И это одна из причин, по которой она считается одной из лучших диет, доступных сегодня. Вся суть заключается в том, что вы можете есть все, что хотите, пока вы придерживаетесь системы очков. Диета Южного пляжа. Диета была создана Артуром Агатстоном, врачом-кардиологом, который нашел лучший способ похудеть, чтобы выбрать идеальные углеводы и жиры для потребления, а не убирать их полностью. Диета фокусируется на еде питательных веществ, насыщенных клетчаткой. Сырая диета. Если вы не возражаете полностью отказаться от обработанных продуктов, сырая диета для вас. Когда вы придерживаетесь этой диеты, вся еда, которую вы потребляете, не должна быть нагрета более чем на 118 градусов, и никакой обработки любыми химикатами или пестицидами. Диета Кето. Это может звучать, как еще одна модная диета с низким содержанием углеводов, но ряд знаменитостей демонстрирует быстрый эффект потери веса от диеты Кето. План прост. 75% вашей пищи должны быть жиры, и только 20% должны быть из белка, а остальные 5% должны быть из углеводов. Через несколько дней организм переходит в состояние кетоса, когда вместо углеводов сжигается жир. Диета Кето безусловно работает для потери веса, но эксперты имеют противоречивые мнения об этой диете. Средиземноморская диета. Этот план питания описывает себя, как меньше диеты и больше изменения образа жизни, так как эта диета не так ограничивает еде, как другие. По сути, план вдохновлен кухней, которую едят уроженцы Средиземноморья, так что включает в себя множество фруктов, овощей, цельных зерен и здоровых жиров, например, рыбы. Диета Дженни Крейг. Диета Дженни Крейг не требует подсчета калорий или приготовления пищи со стороны того, кто желает похудеть. Вы получаете несколько упакованных блюд, которые нужно есть в день, когда вы на диете. Разрешается добавлять фрукты и овощи. Диета очищения. Эта диета экстремальна и может быть выполнена только в течение короткого периода времени, но она, безусловно, способствует потере веса. Для начала вы должны создать коктейль, состоящий из лимонного сока, кайонского перца, кленового сиропа и воды. И это основная часть того, что вы употребляете в течение 10 дней. Периодическое голодание. Вот еще один способ питания, который резко вырос в популярности. Периодическое голодание, включая в себя периоды приема пищи и голодания. Выбор постится в течение 16 часов и есть в течение 8 в день. Является обычным явлением, но для тех, кто хочет еще более легкий маршрут, 12 часов еды и 12 часов голодания также работает. Как похудеть быстро. Вы заметили, что в последнее время мы все куда-то спешим. Ритмы современной жизни не позволяют стоять на месте. События меняются одно за другим, и мы стремимся все успеть. Даже хотим похудеть за невероятно короткое время. Поэтому выделим несколько важных советов, которые нужно учитывать, решив похудеть быстро. Сбалансированный план питания. Хорошо сбалансированная диета является залогом быстрого и эффективного похудения. Вы можете создать отличный план по похудению, но помимо правильного питания должна быть регулярная физическая активность. Посетите диетолога. Вы можете проконсультироваться с вашим диетологом и понять, верно ли вы составили свой план по похудению. Пейте зеленый чай. Отказ от жидких калорий известен, как один из самых эффективных способов похудеть. Некоторые жидкие калории, как алкоголь, подслащенная вода, энергетические напитки и латте могут полностью уничтожить ваши усилия потери веса. Зеленый чай хорош не только для потери веса, но и для вашего здоровья, потому что он поможет помочь предотвратить и вылечить многие заболевания. Пейте больше воды. Самый безопасный и самый легкий способ способствовать потере веса – это пить больше воды. Вода необходима для эффективного метаболизма жира в организме. Будет трудно жечь калории, если вы пьете мало воды. Вода также помогает быстро вывести токсины из вашего организма. Уменьшите количество сахара и крахмала. Сокращение сахара и крахмала – это один из эффективных способов способствовать быстрому похудению. Сладкая еда и крахмал влияют на сокращение инсулина, который находится в вашем теле. Когда инсулин уменьшен, довольно легко набрать лишний вес. Вот почему следует сократить сахар и крахмал в своем рационе, если хотите похудеть быстро. Ешьте больше содержащих воду, продуктов и овощей. Если вы едите больше продуктов, которые содержат воду, вы получаете меньше калорий. Это необходимо для потери веса. Кроме того, их употребление также помогает вам справиться с голодом и жаждой. Богатые водой продукты, такие как кабачки, огурцы и помидоры, очень эффективны в снижении общего потребления калорий. Вечерняя прогулка. Упражнение – это всегда отличный способ для безопасного и быстрого похудения. Тем более, если вы хотите получить хороший результат, то отличным решением будет отправиться на вечернюю прогулку. Это действительно полезно для всех людей, потому что метаболизм можно замедлить и в вечернее время. Таким образом, рекомендуется потратить около 30 минут для вечерней прогулки, чтобы улучшить процесс обмена веществ в организме. Увеличьте время, которое вы тратите на тренировки. Если вы хотите быстро похудеть, добавьте лишние 20 минут, делая физические упражнения. Есть множество способов это сделать. Вы можете пройтись на пути к работе. Помните, что вы должны сочетать свой рацион с ежедневными упражнениями для того, чтобы получить наилучший результат. Выполняйте различные упражнения. Практикуя разнообразные виды упражнений, вы тем самым помогаете себе быстро и безопасно похудеть. Разные виды физических нагрузок позволяют избежать перетренированности определенных групп мышц, а также способствуют гармоничному развитию вашего тела. Не забывайте, что упражнения очень полезны для контроля веса, а также для поддержания мышц. Эффективная диета. Как ни странно, на сегодняшний день самой эффективной и полезной диетой питается огуречная. Огурец состоит на 97% из воды. В нем практически отсутствуют калории. Этот овощ рекомендован в диет-питаниях, в диетах, помогающих быстро убрать лишний вес. Преимущество. Не содержит жира. Быстро утоляет голод. Содержит много клетчатки. Улучшает кишечный транзит. Отличное мочегонное и натуральное противовоспалительное средство. Высокое содержание воды. Способствует выведению жидкостей. Регулирует глюкозу в крови. Повышает исключение жировых отложений. Эта огуречная диета поможет обеспечить увлажнение, удалить жир, уменьшить задержку жидкости за счет ее очищающего эффекта. Иметь плоский животик и чувствовать себя намного легче. Весьма эффективным способом не только избавления от лишних калорий, но и поддержания здорового образа жизни является употребление огуречной воды. Для этого вам понадобится 1 большой огурец, 1 литр воды, сок 2 лимонов, чайная ложка тертого свежего имбиря. Для приготовления этого несложного рецепта необходимо поместить в блендер или кухонный комбайн предварительно очищенный огурец, нарезанный кусками, сок 2 лимонов, литр воды и совок молотого имбиря. Смешайте до получения однородного сока. Рекомендуется выпить стакан комнатной температуры натощак, а затем распределить остаток и пить в течение дня. Желательно принимать его за 30 минут до еды. Еще один вариант. Детокс. Огуречный сок. Ананас и сельдерей. Если вы хотите похудеть, очистить свое тело и бороться с задержкой жидкости, то этот сок детокса с огурцом, ананасом и сельдереем – отличный вариант. Три продукта, богатые клетчаткой, водой и обладают мощным очищающим эффектом, помогая вашему организму устранить все, что ему не нужно. Требуется половина огурца с кожурой, два стебля сельдерея, два ломтика свежего ананаса, полстакана воды комнатной температуры. Бросьте все ингредиенты в блендер или кухонный комбайн. Смешайте до тех пор, пока напиток не будет готов. 7 советов для быстрой потери веса. Включите больше фруктов и овощей в свой рацион. Они богаты натуральными волокнами, которые помогут вам чувствовать себя насытившимся, устраняя необходимость часто есть. Пейте достаточное количество воды, от 6 до 8 стаканов в день. Вода помогает правильно переваривать пищу и выводить токсины. Посвятите достаточное количество времени каждый день упражнениям. Это не означает выполнение тяжелых или напряженных тренировок. Даже самая простая форма упражнений помогает эффективно сжигать жиры. Никогда не пропускайте 3 важных приема пищи. Они нужны вам, чтобы восстановить энергию, которую вы используете в часы между приемами пищи. Это необходимо для более активного сжигания большого количества жиров. Хорошо спите по ночам. Тело восстанавливает клетки и ткани во время сна. И это также помогает уменьшить накопление жира. Домашние фруктовые соки могут помочь быстро сжигать вес, если вы увеличите их потребление. Возможно, только 2 или 3 раза в неделю. Но лучше ешьте настоящие фрукты, если они есть, так как они содержат меньше сахара. Меню для похудения Основа рациона Придерживайтесь здорового питания. Основой вашего рациона должны быть овощи, фрукты, зерно, бобы, нежирное мясо, птица, рыба, морепродукты и, конечно же, молочные продукты. День 1. Завтрак Каша овсяная Гречиха, ячмень, пшеница, кукуруза, рис 136 килокалорий Орехи или тыквенные семочки 15 грамм 83 килокалория Сухофрукты, например, курага 20 грамм 44 килокалория Вареное яйцо 1 штука 80 килокалорий Чашка чая 0 килокалорий Или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ланч Чашка 250 миллилитров йогурта или кислого молока 129 килокалорий Небольшая горсть орехов 10 грамм 55 килокалория Яблоко 150 грамм 70 килокалорий Обед Куриная грудка Индейка Запеченная в духовке или тушеная на сковороде или паре 200 грамм 224 килокалория Овощной салат с оливковым маслом Огурец, помидор Перец, петрушка, редис 200 грамм 100 килокалорий Перекус Свежие овощи или фрукты Морковь Зеленое яблоко Корень сельдерея 150 грамм 48 килокалорий Творожная запеканка без сахара 150 грамм 141 килокалорий Ужин Свежие овощи, зелень Салат или нарезка 200 грамм 80 килокалорий Рыба запеченная с тимьяном и розмарином Лосося 142 килокалория 100 грамм Кето 138 килокалорий 100 грамм Тунец 101 килокалорий 100 грамм Скумбрия 191 килокалорий 100 грамм 150-200 грамм Это будет составлять 280-380 килокалорий в зависимости от сорта рыбы День второй Завтрак Овсянка Запеченная с яблоком и корицей 200 грамм в готовом виде 207 килокалория Вареное яйцо 80 килокалорий Чашка чая или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ланч Орехи или семена 15 грамм 83 килокалория Цельнозерновой хлеб Сыр 20 грамм 100 килокалорий Яблоко 150 грамм 70 килокалорий Чашка чая или кофе с молоком 30 килокалорий Обед Суфле из куриной печени или тушеная куриная печень 150-200 грамм от 200 до 280 килокалорий Гречка 128 килокалорий Свежие овощи 200 грамм 70 килокалорий Перекус Творог 4% от 150 до 200 грамм 150-200 килокалорий Фрукты Морковь Яблоки Черника 150 грамм 70 килокалорий Ужин Омлет 2 яйца 150 миллилитров молока 2 стакана Столовые ложки овсяных отрубей или клетчатки Соль и специи по вкусу 240 килокалорий Свежие овощи Перец, редис, огурец, помидоры Ассорти или на выбор 200 грамм 80 килокалорий День третий Завтрак Блины Овся нафаршированные с сыром и шпинатом 2 штуки 400 килокалорий Чай или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ланч Зеленое яблоко 150 грамм 54 килокалория Чашка йогурта Чашка йогурта или кислого молока 250 миллилитров 142 килокалория Или мягкого сыра 4% без наполнителя 150 грамм 130 килокалорий Обед Кабачковая запеканка 150 грамм 180 килокалория Куриная грудка Азу запеченная или маринованная в йогурте в специях 200 грамм 224 килокалория Овощной салат с оливковым маслом или нарезанными овощами Огурец, помидор, перец, петрушка, редис 200 грамм От 70 до 100 килокалорий Перекус Творог 4% 150-200 грамм От 150 до 200 килокалорий Чашка чая или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ужин Овощной суп 150-200 грамм 200 килокалорий Тунец Собственном соку 150 грамм 220 килокалорий День четвертый Завтрак Сырники или запеканка без сахара 200 грамм 200 килокалорий Орехи и семена 15 грамм 83 килокалория Сухофрукты Например, курага 20 грамм 44 килокалория Чашка чая или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ланч Свежие ягоды и фрукты Клубника, вишня, априкос, яблоки 150-200 грамм 100 килокалорий Творог мягкий 4% 150 грамм 130 килокалорий Обед Куриное рагу 130 грамм 150 килокалорий Лист салата 5 килокалорий Цельнозерновой хлеб 2 штуки 30 килокалорий Перекус Авокадо 1 штука Имбирный чай 30 килокалорий Ужин Говяжья отбивная 100 грамм 120 килокалорий 1 свежий огурец 15 килокалорий 1 помидор 20 килокалорий День пятый Завтрак Овощное рагу 150 грамм 85 килокалорий 1 яйцо Смятку 40 килокалорий Зеленый чай Без сахара 0 килокалорий Ланч 1 стакан кефира 0% 5 килокалорий Орехи или семена 20 грамм 95 килокалорий Обед Суп из молодого горошка 150 миллилитров 150 килокалорий Запеченная куриная грудка 100 грамм 80 килокалорий Листья салата 30 грамм 20 килокалорий Перекус 1 хрифрут Ужин Гречневая каша С обезжиренным молоком 120 грамм 70 килокалорий Зеленый чай Без сахара 0 килокалорий День шестой Завтрак Запеканка Из обезжиренного творога 100 грамм 130 килокалорий Кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Сухофрукты Чернослив Или изюм 40 грамм 80 килокалорий Обед Луковый постный суп 120 миллилитров 160 килокалорий Куриные тевтели На пару 2 штуки 200 килокалорий 1 стакан Апельсинового сока 40 килокалорий Перекус Фундук 20 грамм 40 килокалорий Зеленый чай Или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ужин Тыквенная каша 100 грамм 70 килокалорий Сливочное масло 25 грамм 85 килокалорий Огурцовый смузи 80 миллилитров 7 килокалорий День седьмой Завтрак Омлет с болгарским перцем 70 грамм 110 килокалорий Овощной рагу 100 грамм 70 килокалорий Зеленый чай Или кофе с молоком 50 миллилитров 30 килокалорий Ланч Один злаковый батончик Без добавления сахара 50 килокалорий Один стакан кефира 30 килокалорий Обед Отварная говядина 150 грамм 130 килокалорий Зелень Петрушка Укроп Сельдерей Зеленый лук 50 грамм 20 килокалорий Зерновой Черный хлеб 3 штуки 40 килокалорий Перекус Один йогурт Без консервантов 140 грамм 150 килокалорий Ужин Отварная белая фасоль 150 грамм 70 килокалорий Лосось 100 грамм 40 килокалорий Лист салата 20 килокалорий Советы для похудения Дополнительные советы для быстрого и безопасного похудения Ешьте больше раз в день Потому что чем больше мы едим тем более активными остается наш метаболизм Поэтому организм потребляет калории которые мы ему даем Хорошо позавтракайте Съешьте что-нибудь легкое утром Не забывайте про сбалансированный обед питательную закуску и легкий ужин Следовательно задумайтесь о том сколько раз в день вы едите и попытайтесь распределить свое потребление калорий Убедитесь что ваш завтрак сбалансированный Завтрак необходим не только чтобы дать вам заряд энергии на весь день Завтрак еще и помогает нашему метаболизму начать свой день Завтрак это время когда вы можете потреблять больше калорий с возможностью сжигать еду в течение дня Это также означает что вы будете менее голодны во время обеда Не удаляйте углеводы из своего рациона Это большая ошибка Хлеб макаронные изделия крупы и бобовые должны присутствовать в вашем рационе поскольку они обеспечивают энергией клетчаткой и другими питательными веществами Исключите из своего рациона напитки Воздержитесь от сладкого тортов пончиков и прочего Постарайтесь полностью исключить сахар из вашего рациона Газированные напитки которые обычно убивают вашу жажду набирают вам лишние килограммы и вредят здоровью Ешьте горький шоколад Если вы сладкоежка любите есть сладости Вам не нужно полностью исключать их из своего рациона Суть состоит в том чтобы выбрать какие виды сладких продуктов вы потребляете и умерить их потребление Ешьте фрукты домашнюю выпечку черный шоколад или крекеры с сахарином Берите еду с собой на работу Если вы работаете далеко от дома это отличный шанс перестать есть каждый день на улице Берите обед из дома в офис Это намного полезнее так как у вас есть возможность контролировать приготовление пищи и избежать соблазна высококалорийных блюд в ресторане Кроме того это гораздо выгоднее потому как намного дешевле Правильный перекус Перекусывать между приемами пищи это неплохо Главное делать это правильно Выбирайте фрукты такие как яблоки груша банан или все что вам нравится Йогурт рисовые прегеры и орехи которые являются здоровыми закусками которые обеспечивают преимущества и помогут вам насытиться Двигайтесь больше Это звучит довольно банально но это действительно один из важнейших шагов к потере веса Ходите пешком катайтесь на велосипеде бегайте занимайтесь в тренажерном зале гуляйте и играйте с детьми вариантов выбора очень много Обзаведитесь личным тренером оставаться мотивированным намного проще когда у вас есть кто-то кто может привлечь вас к ответственности за ваши цели Тренируйтесь с другом нанимайте личного тренера или загрузите приложение С помощью приложения вы можете планировать свои тренировки вокруг ваших ежедневных расписаний планировать все ваши блюда и отслеживать прогресс Это совершенный инструмент который поможет организовать более здоровый образ жизни Рекомендации для эффективного похудения Потеря веса может быть очень трудна для многих людей Мы все чем-то заняты и ведем беспокойный образ жизни Поэтому может показаться очень трудным найти время чтобы похудеть Вот лучшие 10 советов по потере веса Станьте более активными Вам не нужно бежать трехчасовой марафон Обычная прогулка в 10-30 минут в день может ускорить ваши потери веса Если вы ездите на работу на общественном транспорте подумайте о том чтобы в следующий раз дойти до следующей остановки пешком Ешьте правильные продукты Просто попробуйте сократить жирные и сладкие продукты Попробуйте сократить до минимума чипсы шоколад конфеты сахар печенье Не забывай что природа предоставляет много вкусных сладких фруктов таких как манго апельсины ананасы бананы и другие Ешьте чай Имеется в виду неогромные блюда Верите или нет но многие убеждены что нужно меньше есть Но все дело в контроле порций Просто ешьте маленькими порциями 6 раз в день Таким образом вы утоляете голод и съедаете небольшие порции Пейте много воды Пить мало воды или слишком много сразу это не есть хорошо Мужчины должны выпивать примерно 3 литра воды в день Женщины должны пить около 2 литров воды в день Другим преимуществом питьевой воды является то что вы чувствуете себя менее голодным Спите спокойно постарайтесь выспаться Сон помогает вам чувствовать себя более энергичным активным и свободным от стресса в течение дня что приравнивается с сжиганием большого количества калорий Стоп стресс Некоторые люди начинают много есть когда находятся в состоянии стресса Это заставляет их чувствовать себя гораздо лучше Подумайте о том что вам нравится и делайте это когда находитесь в состоянии стресса Установите цель Хорошо иметь целевой вес чтобы было куда стремиться Не устанавливайте нереалистичные цели В этом случае вам скорее всего будет суждено потерпеть неудачу Установите достижимую цель и как только вы достигнете вы можете подумать о создании новой цели Не взвешивайтесь слишком часто Это очень распространенная ошибка Ваши килограммы могут уходить медленнее чем вы думаете и взвешивание все время будет просто расстраивать вас Достаточно взвешиваться раз в неделю Диеты для быстрого похудения Сельдереевая диета Сельдерей состоит на 95% из воды поэтому это идеальная пища для включения в ваш рацион так как он имеет мало калорий и помогает выводить токсины Сельдерей очень полезен для вашего здоровья является идеальным способом чтобы помочь вам быстро снизить вес поскольку он содержит очень мало калорий всего 16 калорий на 100 грамм и большое количество питательной ценности Преимущество содержит такие вещества как соленен лимонен и аспаргин имеет очень мало калорий работает в качестве подавления аппетита содержит клетчатку которая заставляет вас чувствуя себя сытым обладает детоксикационным эффектом рецепт суп из сельдерея хороший способ похудеть с помощью сельдерея это использовать этот ингредиент для овощных супов и бульонов и есть перед каждым приемом пищи из этих ингредиентов можно приготовить суп из сельдерея 6 палочек сельдерея 1 столовая ложка оливкового масла 1 луковица 1 маленький перец 1 столовая ложка угрозной муки 1 литр воды 1 лавровый лист вскипятите эти ингредиенты в кастрюле и дайте ему кипеть на медленном огне до готовности суп готов сжигайте калории наслаждаясь всеми преимуществами сельдерея чай чай из сельдерея еще один способ похудеть сельдереем приготовить чай из сельдерея который можно пить в течение дня для этого вам понадобится только одна целая палочка сельдерея и 2 литра воды положите эти ингредиенты на медленный огонь и кипятите в течение получаса чтобы вывести свойства этого растения в воду выпейте стакан этого чая для похудения сельдерея между преимуществами пищи и перед сном в течение нескольких дней вы начнете видеть что вы начинаете худеть при условии что вы поддерживаете здоровый образ жизни и регулярно тренируетесь грейпфрутовая диета грейпфрут это фрукт для похудения который поможет вам избавиться от лишних килограммов грейпфруты полезны благодаря высокому содержанию витамина b и c и клетчатки а также множество минералов таких как калий магний и фосфор все свои свойства действуют как естественная горелка которая сжигает лишний вес преимущество исключает кишечные токсины помогает работать надпочечником который повышает сгорание энергии улучшает кровообращение и укрепляет ваше сердце сок этого фрукта не только очень вкусный но и полезный обладает насыщенной и мочегонной силой грейпфруты состоят на 90% из воды поэтому это исключительная пища и прекрасное дополнение которое поможет вам похудеть лимонная диета лимон это фактически один из самых популярных ингредиентов для того чтобы исключить токсины из вашего тела и помочь вам избавиться от лишнего веса выпивая немного лимонного сока ежедневно вы ускоряете свой метаболизм который в свою очередь помогает сжигать больше жира преимущество хорошо выводят токсины из организма лимонная кислота очень усваивается в организме работает как натуральное мочегонное средство предотвращает задержку жидкости и таким образом появление целлюлита уменьшит ваш аппетит и едва содержит калории как похудеть с лимоном чай с лимоном это один из способов употреблять этот продукт целый день даже не замечая этого пейте лимонный чай приготовленный с горячей водой выжатым соком из одного лимона когда вы просыпаетесь лимонный сок еще одна очень полезная и рекомендуемая альтернатива похудению пить лимонный сок в определенное время суток для этого нужно просто выжать один или два лимона в зависимости от количества соков каждом и добавить немного посластителя для усиления вкуса мед также является хорошим союзником чтобы добавить его в сок и сделать его еще сладче имбирная диета корень имбиря является идеальным союзником для похудения так как свойства этого растения прекрасно помогают сжигать жир и становиться стройнее всегда в сочетании со здоровым образом жизни и сбалансированным питанием если вы хотите похудеть быстро и эффективно эта диета именно для вас преимущество помогает сделать ваше пищеварение более подвижным быстро сжигает лишние килограммы ускоряет метаболизм положительно влияет на организм человека добавляем имбирь в пищу для того чтобы использовать имбирь для похудения нужно лишь регулярно добавлять его в свою пищу вы можете сделать это просто нагреть немного имбиря и добавить его в блюдо как похудеть с имбирем имбирь салатов например вы можете смешать немного тертого имбиря с лимонным соком и использовать его для заправки салатов Если вам не нравится лимон, вы также можете добавить уксус. Яблочный уксус лучше всего, потому что он содержит меньше калорий. Имбирь с мясом. Если вы любите мясо и хотите похудеть, имбирь и курица – идеальное сочетание. Добавьте нарезанный имбирь при мариновании курицы и у вас будет совершенно здоровая еда. Имбирь с супами. Имбирный суп – один из лучших вариантов при похудении. Чтобы избавиться от лишних килограммов быстро и безболезненно, нужно употреблять больше жидкости. Суп с имбирем – это отличная альтернатива в этом деле. Имбирный напиток. Добавление имбиря в ваши коктейли или соки для похудения является отличным способом также избавиться от лишних килограммов. Сочетание других мочегонных ингредиентов, таких как лимон, сельдерей и другие, с высоким содержанием клетчатки, как шпинат, поможет вам сжигать дополнительные калории и заставит вас чувствовать себя менее голодным в течение более длительного периода времени. Имбирный чай. Еще один хороший способ похудения с имбирем – заваривание чая из корня этого растения. Для этого нужно только натереть корень имбиря на терке, поставить кипятить воду и при закипании добавить тертый имбирь. Добавьте столько, сколько хотите, чем больше добавляете, тем крепче и вкуснее чай. Дайте этому вариться около 10-15 минут, а затем процедите воду, чтобы воспользоваться всеми свойствами имбиря. Кофейная диета. Пока травяные чаи находятся на пике популярности для избавления от лишнего веса. Никто не подозревает, что кофе также является хорошим жиросжигателем. Большинство людей смотрят на чашку кофе, как на простое питье и часть завтрака. И отличный способ взбодриться, когда нужно сохранять концентрацию и энергию, но больше всего как стимулятор. Преимущество. Кофеин является стимулятором, который эффективно сжигает калории, улучшает пищеварительные процессы, ускоряет метаболизм, предотвращает последствия проблем ожирения. Алоэ. Алоэ вера – это ингредиент, который известен своими свойствами красоты. Забота о вашей коже, волосах и здоровье ваших органов. Если вы внесете алоэ в свою повседневную жизнь, то это хорошо поможет вам в потере веса, ввиду того, что он имеет идеальные свойства для этой цели. И вот почему. Преимущество. Уменьшает жировые отложения. Уменьшает индекс массы тела. Стабилизирует форму тела. Уменьшает сахар в крови. Улучшает метаболизм. Стимулирует внутренние рецепторы. Эффективно устраняет человеческие отходы. Стимулирует деятельность кишечника и глубоко очищает тело. Рецепты для похудения с алоэ. Алоэ вера и лимонный сок. Сок алоэ вера – лучший способ максимизировать свойства этого растения. А если совместить его со свойствами лимона для похудения, то получится напиток с очень сильной очищающей силой. Нарежьте лист алоэ на мелкие кусочки и смешайте его с лимонным соком. Затем добавьте немного меда, если вы хотите подсластить его и сделать его вкус лучше. Принимайте каждый день эту смесь натощак и вы увидите действие этого замечательного лечебного коктейля. Алоэ вера с клубникой. Клубника является идеальным фруктом для похудения, потому что она содержит высокий уровень клетчатки. Мочегонное средство имеет очень мало калорий, поэтому идеально смешивать ее с алоэ, чтобы помочь в похудении. Ананас, огурец и алоэ вера. Этот напиток идеально подходит для наслаждения после каждого приема пищи, так как ананас является фруктом, который помогает улучшить пищеварительную способность нашего тела и обеспечивает лучшее очищение нашего организма. Просто размешайте все ингредиенты в блендере, пока не получите смесь. Принимайте этот напиток ежедневно и увидите, как улучшится ваше пищеварение. Диеты для похудения в домашних условиях. Диет существует тысячи и сотни, и каждый день появляется что-то новенькое. Но тут важно понимать, за какой срок и на сколько килограмм нужно уменьшиться. Поэтому все диеты для домашнего похудения разделены на две группы. Быстрые, но без стабильного результата, и продолжительные, но со стабильным результатом. К первой группе относим следующие пищевые системы. Диета любимая. Она состоит из 7 дней монопитания. Себестоимость минимальная. Диета проста, а от вес составляет от 5 до 8 килограмм за неделю. Знаменитая кефирная диета. Эту диету испробовали многие. Кефир хорошо выводит токсины, очищает кишечник и обогащает организм белком. При этом за 7 дней можно избавиться от 6 до 10 килограмм. Фруктовые монодиеты. Яблочная, дымная, арбузная. Клетчатка из фруктов очищает организм, а глюкоза и витамины его насыщают. К данным диетам стоит подойти с осторожностью людям, страдающим язвенной болезнью. Голливудская диета. Несмотря на название, гламуром от диеты и не пахнет. Она достаточно строга, но результат в минус 10-15 килограмм за 2 недели этого стоит. Соковая диета. Организм насыщается витаминами и органической водой. При этом происходит очищение похудения. За неделю может уйти 5-8 килограмм. Эти диеты соблюдать непросто, они голодные и строгие. К тому же лучше подготовиться заранее, пропить витамины и сократить привычный ракцион вдвое за пару дней до начала диеты. Эффективное похудение в домашних условиях возможно и при соблюдении более щадящих диет. Они потребуют больше времени для достижения желаемых показателей, но результат похудения будет стабильным, а настроение прекрасным. Вот подборка систем питания из второй группы. Диета французского доктора Пьера Дюкана. Эта белковая система питания полюбилась миллионам женщин по всему миру. Даже несмотря на свою сложную структуру и множество запрещающих продуктов, худеть по Дюкану одно удовольствие. Кето-диета. Это спортивная методика похудения, суть которой заключается в сокращении углеводной пищи и увеличении белковой. Диета Кима Протасова. Продолжительность 5 недель, отвес от 10 кг. Есть можно много овощей и пить чистую воду, чай без сахара. Лиепайская диета. Необычная система питания, которая учитывает пищевые пристрастия жителей СНГ. Можно есть обезжиренный майонез, бутерброды, пить соки и безалкогольное пиво и при этом худеть. Рекорд по сброшенным килограммам на этой диете минус 120 кг. Маги. Структурированная и неголодная диета позволяет избавиться от 5 до 10 кг за 4 недели. Помните, что питание для похудения в домашних условиях должно быть полноценным. Организму важно получать витамины, минералы и прочие вещества для хорошего самочувствия и настроения. Похудеть с помощью диет реально, только при строгом их соблюдении, а также общие корректировки образа жизни и питания. Как похудеть в домашних условиях. Часть 2. Итак, какие же секреты эффективного похудения в домашних условиях существуют, которые мы можем привнести в жизнь прямо сейчас? Стоит структурировать свои приемы пищи и не есть, когда этого не хочется. За компанию, доедать после ребенка, либо когда позвали на чай. Завести дневник питания и записывать в него все, что съели. Часто нас ждет много чудесных открытий, которые мы иногда и не помним, что и где ели. Больше пить воды. После полулитра чистой воды есть хочется далеко не сразу, да и физически свободного места в желудке становится меньше. Из прочих напитков помогут снизить вес травяные настои. Вода с лимоном и имбирем, зеленый чай без сахара. Отказаться от алкоголя. Мало того, что он существенно усиливает аппетит, так еще и весьма калориен. А по умолчанию предполагают жирные закуски. Ешьте правильно со вкусом, получая удовольствие и не торопясь. При быстром набегу поглощении пищи она совсем плохо будет усваиваться. Лишь оседать мертвым грузом на бедрах, ягодицах и других проблемных зонах. Также стоит исключить попутное созерцание телевизора, планшета и телефона. Книжек и прочих отвлекалок, позволяющих проглотить, не заметив это огромные объемы пищи. Откажитесь от еды вне дома, бургеров, хот-догов, майонезов, магазинных соусов, чипсов, сухариков, колбас, сухих завтраков, газировки и полуфабрикатов, которые содержат массу скрытых жиров, сахара и вообще начните отслеживать этикетки на продуктах, потребляемых вами. Чем длиннее и заковырстит список ингредиентов, тем меньше пользы принесет вам поедаемое блюдо. А вот с приобретением впоследствии лишних килограммов у фастфуда и прочей продуктовой химии, все в порядке. Лучше, если вы всегда будете иметь для перекуса в сумке или портфеле, период похудения, орехи, яблоки, банан или апельсин, бутылку воды, если захочется, но очень сильно можно будет съесть что-то полезное, а не забегать в сети быстрого питания с очередным пирожком. В обязательном порядке включите в свой рацион овощи, порции мяса или каши. Обязательно должна сопутствовать горсочка овощей, причем здесь можно выбрать практически любые овощи, в которых у вас лежит душа. Для похудения они идеальны, содержат много клетчатки, малых калорий, часто имеют и малый гликемический индекс. С глаз долой и сердца вон, такой девиз должен стать вашим. Уберите с видных мест на кухне, а в идеале вообще из дома, магазины печеньки, конфетки и прочие вредные для фигуры вкусности. Стоит сменить тарелки на меньшие по размеру. Это очень важно психологически. Вы снова будете есть полную тарелку, организм воочию видит, что вы его не обделяете. Ужин должен быть не менее чем за 3 часа до сна, иначе вы и спай будете неполноценны, да и переваривание серьезно замедлится. Важную роль в процессе снижения массы тела играет потребление достаточного количества витамина D. Этот витамин, помимо его участия в кальциевом обмене, также непосредственно вовлечен в процессы синтеза белка, в том числе мышечного. Эти процессы требуют затрат энергии, для чего организму приходится расщеплять имеющиеся жировые запасы. Занятия гимнастическими упражнениями хотя бы 15-20 минут в день. Лучше 30-40 минут любых кардионагрузок, быстрой ходьбы, танца. Для этого подойдут как тренажеры для похудения дома, так и обычные коврики для йоги. Также можете начать выполнять просто бытовые дела, как упражнения. 50 раз махните веником, 20 раз нагнитесь за разбросанными игрушками, поднимитесь по лестнице на ваш третий этаж, высоко поднимая колени, повыбивайте пыль с ковра и так далее. Если есть у ребенка скакалка и обруч, попросите их во временное пользование. С этими нехитрыми инструментами вы преодолеете прекрасные упражнения с массажным эффектом для талии и укрепите проблемные зоны на ногах. А еще лучше займитесь физкультурой вместе с ребенком. Пусть ваш малыш видит как надо заботиться о своем внешнем виде и о своем здоровье в любом возрасте. Занятия релаксацией, йогой, медитацией, аутогенными тренировками снизят уровень стресса, который в 95% случаев ведет к перееданию, а следовательно и полноте. Если вам удастся найти товарища по несчастью в деле избавления от обисшего живота и боков, то поддержка и мотивация друзей или родных реально вам поможет. Можно даже устроить соревнования, кто быстрее похудеет. Естественно, без фанатического азарта, вы же не хотите рисковать здоровьем. Старайтесь выспаться, хроническое недосыпание и некачественный сон замедляют обмен веществ и не дают терять лишний вес эффективно. Выводы. Правильное похудение это способ избавиться от лишнего веса без физиологического и психического преда для человека. Похудение должно проходить под пристальным вниманием врача, поэтому рекомендуется предварительно пройти обследование, а уже потом руководствоваться диетами, которые описаны в этом курсе. Эффективное похудение в домашних условиях подразумевает включение в процесс физических нагрузок. Для полных людей подходят аэробные тренировки, велосипедные прогулки, ходьба и спортивные игры. Чтобы достичь желаемого результата, физические упражнения требуются выполнять регулярно, не реже 3-4 раз в неделю. Подобранные нагрузки должны приносить удовольствие. Если их выполнять через силу, то результата добиться нереально. При большом весе и болезнях сердца и сосудов перед началом тренировок лучше проконсультироваться с лечащим врачом. При выполнении нагрузок обязательно нужно следить за давлением и пульсом.